ШАБАТ ШАЛОМ Еврея в ШАБАТ как будто улетает в другие миры все по-другому в ШАБАТ даже свет другой все другое представим себе допустим человеком по профессии сапожника который научился перемещаться по времени он решил переместиться на много лет назад улетел переместился надо как-то себя прокормить и он решает продавать сапоги открыл лавочку сделал сапоги и предлагает на продажу подходят люди спрашивают босс издос что это такое он говорит ну сапоги сандали что это такое как что такое ну одевает на ноги одевает на ноги зачем ну как зачем чтобы удобнее ходить удобнее ходить в этих штуках не так удобно ходить без всяких сандалей без всяких зачем это надо неудобно наоборот жарко не мешается не в общем поняла что люди примитивные ничего не помогают в ошметках сапожных решил переместиться в другое время немножко ближе к нашей реальности перемещается ближе к нам карен переместился на тысячу лет сидит опять продает подходит люди оооо какие сапоги здорово здорово у нас нет таких наверное за границ привез ну давай давай пожалуйста пример я примерил супер хорошо подходит спасибо большое будь здоров куда пошел оплатить чего чего ну заплати как заплатить что заплатить деньги 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 есть нужно деньги что такое деньги У-у-у, думаю, что такое деньги, куда я попал эти деньги, не знаю, что такое, вообще не дошли до денег. Нет, так дело не пойдет с этими сапогами. Дайте-ка я перемещусь вообще в будущее. Там люди нормальные, ценят сапоги, уже, наверное, валюта у них такая будет ценная. В будущее перемещусь и перелетать в будущее, далекое будущее. А там вообще какие там сапоги, там уже и мото-машиев, там уже машиев пришел, там уже души, без тел летают. Там уже все хорошо, вернее, кому сапоги не нужны. Это евреи в шаббат. В шаббат никому не нужны наши сапоги, наши мастерские, никому не интересует никакое производство. Это другая реальность, мы живем совсем по-другому. Это в шаббат. Чтобы попасть в эту реальность, чтобы в нее зайти, войти, нужен пропуск. Пароль даже нужен, пароль. Допускают только евреев, извините, ничего не личного, но шаббат это дан евреям. И должен, надо сказать, кедуш. Кедуш как будто пароль, мы приняли себя в шаббат. У нас есть слова, принятие шаббата. Кедуш. Само собой, что без кедуша тоже есть шаббат. Вообще шаббат, он принадлежит Ашему, а не нам. Это его. Мы только как бы его получили, нам Ашем сделал такое одолжение, как бы подарок. Назад подарок дал нам в шаббат, чтобы нам тоже было хорошо, чтобы мы чувствовали себя немножко как Ашем. Потому что Ашем в шаббат, он отдыхает. Итак, мы должны сказать, кедуш в шаббат. Кстати, шаббат один из самых лучших способов вообще как-то приблизиться к Ашему. И можем пожелать все, что мы хотим. Если мы будем получить удовольствие от шаббата, можем, как говорится, загадывать желание, и все сбудется. Как я это знаю? Очень просто. Есть пасук. Пасук в книге Триэли. Говорится так. Вейт анег аля Шем вейтель лиха мишалот лебейха. Таанук. Оник. Таанук. Тиргум онкилос переводит. Это слово как литпанек пинук. Пинук это онкилос как пишет на армейском языке. Пинук, онник. Получение удовольствия. Ит анег аля Шем. Получи удовольствие от Ашема. И вейтен лиха. И он даст тебе мишалот лебейха. То, что сердце твое просит. Как можно литтенег аля Шем? Один из способов это шаббат. Кату вакарателе шаббат онник. Назови шаббат онник. Нужно что-то уважать. И так мы как бы уважаем и шаббат, и Ашема, потому что это митцва. Таким образом мы соблюдаем шаббат, получаем удовольствие. Очень вообще классная митцва. Можно отдыхать, получать удовольствие. Это митцва еще. И тель лиха мишалот лебейха. Шаббат. Я вам расскажу историю своей жизни по поводу мишалот лебейха. То, что мы можем просить то, что мы хотим в шаббат. Или за счет шаббата. Сам шаббат мы не просим. Сам шаббат это, мы сказали, другая реальность. У нас все есть, там всего хватает. Все, что было, было. Мы зашли в новую реальность. Все хорошо, мы все успели. Нет такого, что зашел шаббат, ой, я не успел это сделать, это будет еще неделя. Нет, в шаббат мы все успели, все хорошо, все, что было, все к лучшему. Сейчас отдыхаем. И в шаббат можно, вот в шаббат есть много-много-много разных бакашот, просьб. У меня была такая история, что в молодости я еще учился в университете. Там были, соответственно, оценки. Было в самом начале, был первый год, в конце первого года был большой экзамен. Надо было его пройти. И я хотел получить хорошую оценку. И я тоже хотел параллельно в Ишиву учиться. И мне сказал мой раб, мой родственник, Равен Афталий Гороховский, он сказал такую мне вещь интересную. Он говорит, смотри, ты хочешь получить хорошую оценку за экзамен. А в чем хочешь, ты соблюдал шаббат. По-настоящему. Не учиться даже в шаббат. То есть, как можно крепче собрать шаббат. Он говорит, ты сделай то, что хочешь от тебя Ашим. А он делал то, что ты хочешь от него. Ты хочешь от него, чтобы он дал тебе хорошую оценку. Это все от Ашима. Так ты сделай то, что он хочет. Такая сделка. Мне понравилась такая постановка вопроса. Решил, что хорошо, я буду шаббат сурдать. Это был как раз шаббат перед экзаменом. Было очень трудно заставить себя полностью не учиться. Хотя можно, конечно, учиться, но желательно, что не учиться. Короче, я думаю, я буду по-настоящему, как положено, соблюдать шаббат. Хотя это было очень трудно в условиях кампуса университетского. Там была другая атмосфера. И я решил, что буду соблюдать шаббат. После шаббата был экзамен. И были очень хорошие результаты. Мне это понравилось. Такая сделка. И с тех пор решил, что все буду соблюдать до конца, как положено. Без всяких дни-дни-дни. Без всего, что нельзя делать шаббат. Есть очень много историй про шаббат. Очень много историй. Но мы, наконец, должны уже подойти к кедушу. Кедуш. С этого начинается шаббат. Сначала есть молитва в синагоге Мариев. И потом мы ничего не кушаем и не пьем. И первым делом кедушное вино или носок виноградный. И это первое, что мы пьем. Кто-то хочет принять таблетку или должен принять таблетку. Хочет запить. Конечно, можно запить таблетку. Но, в принципе, обычный человек приходит в шаббат, не пьет, не ест. И первым делом бараханное вино и кедуш, и пьем вино. Почему это так? Почему все начинается с вина? Сафир и Хенуха объясняют интересную вещь. Он пишет так. Мы пьем вино. Для того, чтобы пробудиться, как бы встряхнуться, очухаться, вино пробуждает немножко. Мы пробуждаемся и вспоминаем о величии этого дня, шаббата. И вспоминаем, что Ашем шесть дней творил, а в седьмой отдыхал. То есть мы немножко отошли от будних дней. Вспомнили, что вообще есть Ашем, что он все это сотворил. В субботу он отдыхает. У нас немножко такая происходит нормализация оценки ситуации в голове. Мы так очухиваем все немножко. И это благодаря вину. Почему так пишется Афира Хенуха? Дело в том, что мы живем часто очень, как бы, так сказать, на автопилоте, на автомате. Или такая ситуация такая стендбай. То есть как бы так течем по течению. Но есть шаббат. Вдруг все меняется. Перед шаббатом нужно все приготовить. То есть реальности может проголосаться, как она была до этого. Первый день он решен, шинишли, шихами, шиши, шиши. Там все утром на работу, вечером с работы. Все одно и то же. Та, 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 та. И вдруг все нарушается. Нет работы, нету садиков, нету школы. Что-то другое. Нету машины, нету телевизора. Ничего нет. Да, есть шаббат. Татчик понимает немножко, да, где он находится. И пьет вино, это вино как бы так дает ему силы и тоже радость. И для этого Ашем дал вино. То есть мы думаем, что, конечно, есть вино, есть виноград, выжимаем, получается вино. Само собой, нет, не само собой. Вино домен для того, чтобы человек, он себя как бы принял это, напиток, да, там есть алкоголь, он немножко так пенеет, если много выпить, да. И тогда мы немножко как бы просыпаемся, если пить, не много, не пенеть, а именно как бы. Так бы немножко подняться, поднять тонус, да, немножко развеселиться, да. Вот для этого есть вино в этом мире, чтобы как бы люди пили, не просто так пили, а вот именно вот в шаббат. Именно в шаббат, йомтов, когда делают бритмила, обратите внимание, на свадьбе, все время есть вино. Все время есть вино, свадьба, бритмила, все эти радостные события есть вино. Это нас веселит. То есть надо вино в этом плане правильно использовать. Дети не понимают вкус вина. Детям, да, что-то сладенькое, да, максимум сок виноградный, вина не идет. Почему? Потому что вино, у него запах, запах тоже запах, безусловно, и вкус очень-очень богатый и глубокий. Чтобы это прочувствовать, нужно, чтобы рецепторы развивались, да. То есть изначально человек, любой человек, он вино не ценит. Потом, как вино тоже, оно настаивается, становится все лучше и лучше, человек тоже, он растет, он развивается, развивается, в том числе рецепты развиваются, и мы учимся ценить вкус вина. Чем это похоже на шаббат? Кстати, шаббат, седьмой день, а вино, это яйн, юд, юн, нун, тоже по гематрии 70, тоже цифра 7. Юд, юд, 10, 10, и нун, 50. Получается, что вино напрямую связано с шаббатом, 7 и 70. Так же, как вино, мы должны прочувствовать, так же шаббат нужно прочувствовать. Сначала человек не поймет полностью всего те прелести шаббата, но шаббат, еще шаббат, еще шаббат, это да, все больше и больше мы чувствуем, насколько шаббат — это прекрасный день, прекрасная-прекрасная вещь. В кедуши, сейчас будем учить, есть как раз 70 слов. Там есть две части в кедуши, сейчас мы это будем смотреть. В первой части 35 слов, и вторая часть тоже 35 слов. Здесь как раз получается 70 слов в кедуши. Теперь, не секрет, что не все любят вино, даже сейчас они на меня немножко обиделись, меня не поняли, ну вот, понимаешь ли, вино, вино, а что, вообще вино невкусно, женщины в том числе, может, вино не ценят. Ну что, написано, написано так, что человек, который не любит вино, есть такие, почему нет, легитимно, и в той же степени можно получить удовольствие от хал. Хал — это еще один элемент зашабательного старе, очень важный, халы. Те, у кого нет вина, делают кедуш на халы, берутся халы, и делаются на них кедуш, просто вместо брахе бурея прегефен, говорится браха, а мы целехами нарыц, кедуш, посадимся и кушаем хал, вместо вина, это если нет вина или сока. Но даже если есть вино, то все равно, человек может себя, как бы, сконцентрироваться на халах, хал он любит, запах свежих хал, что может быть лучше? Еще вкус, да, поэтому, причем свежие хлеба именно на шаббат, свежие халы, особенный хлеб, это очень-очень вкусно. Вино и халы. В принципе, этим уже можно на самом деле наесться, но потом еще много-много-много чего есть вкусненько за срыванием столом. Итак, мы сказали, что дети понимают сладкое, они не понимают вину, но сладкое они тоже не очень любят, изначало. Сначала они пробуют сладкое, потом они не понимают, что это вкусно. То есть изначально, дадут ребенку конфетку, он сначала не поймет, первый раз, он сначала возьмет, они все бьют в рот, так устроены, все идет сразу в рот. Попал еще сладкое в рот, о, потом понял, вот это сладкое, мне это нравится, хочу еще. Тоже самое, шаббат. Шаббат, пока ты его не попробуешь, нельзя понять, что такое шаббат. Люди могут много рассуждать, и думать, и прикидывать. Так, шаббат, значит, это никуда не поехать, это так, это так, значит, сидеть дома, ну, хотя можно, конечно, отдыхать, книгу почитать. это все-таки в теории, в теории шаббат понять невозможно. Пока мы это не попробуем, это настоящий шаббат, нужно соблюдать от начала до конца, то когда можно понять, мутишаббат можно понять, осмыслить, ага, это да, было не так уж плохо, да, я был без телефона, без телефона, но ничего, жизнь продолжается, все не так плохо, все даже хорошо, отдохнул, все хорошо, нужно попробовать. Потом уже идет больше и больше его оценка, и все больше и больше мы можем полюбить шаббат. Давайте перейдем сейчас потихоньку к тексту, только скажу очень важную вещь. Вообще, изначально, когда вы думали про этот курс, про молитву, у меня была такая идея в голове, что самое главное в этом курсе, это показать на самые распространенные ошибки, которые бывают при молитве, в словах еврита. Такое случается. Это то, что как бы, то, что меня, мой номер руководило. Показать, где есть ошибки. Постепенно это перелось уже, вылилось в другие формы, мы коротлово разбираем. Но я когда придумал, у меня было в уме, как бы, да, именно думал про кедуш. Дело в том, что в кедуше я часто замечаю, что люди делают ошибки, и эти ошибки, они такие, что не меняют смысл сказанного, поэтому важно сейчас, да, очень внимательно послушать, как правильно говорит кедуш. Давайте начнем, посмотрим на текст кедуша. Когда мы делаем кедуш, мы, значит, направляем наш взгляд на бокал с вином или сока виноградным, и перед тем, как мы произносим кедуш, мы смотрим на свечи, шабатные свечи, мы смотрим, это, как влияет на зрение, и потом читаем текст. Самое сомнение, что если человек читает текст, они говорят, не дуешь, то он не может одновременно и читать текст, и смотреть на бокал вина, он просто смотрит, а все дуры, держит в руке бокал вина, ну, как бы, его зад направлен в сторону вина, то есть он не смотрит по сторонам, это то, что имеется в виду. И какая ошибка, очень распространенная, которую часто мы встречаем, да, когда мы слышим кедуш, да, что мы слышим? Йо ма шиши вихулю ашамай варец, как бы получается, что как бы один текст идет подряд, Йо ма шиши вихулю ашамай, так мы слышим, да, ни в коем случае, ни в коем случае, это два разные пасуха, два псухим, Йо ма шиши, это конец, пасух заканчивается, ведь тут стоит точка, там даже больше, чем точка стоит, то есть это все, кончился пасух, дальше будет следующий пасух, поэтому это смешивать нельзя, должна быть интернета такая, Йо ма шиши, сов пасух, там сов пасух, Йо ма шиши, все, Йо ма шиши, приехали, закончилась, закончилась вся работа, Йо ма шиши, закончилась, все закончилось, сейчас, мы переходим в шаббат, новое предложение, ВИХУЛА ШАМАЙИ ВИАРЭЦ, даже можно было это назвать вообще с новой строчки, теперь, этот Йо ма шиши, это не сам по себе, до этого мы говорим, ВИЭРЭВ ВИИ ВОКЕР, видите, написано, ВИЭРЭВ ВИИ ВОКЕР, написано, БЭЛАХАШ, БЭЛАХАШ, шепотом, почему шепотом, дело в том, что, это не полный пасук, это не полный пасук, и, чтобы не было, как бы видно, что мы как бы берем, говорим, не полный пасук, мы говорим это, шепотом, и потом говорим, Йо ма шиши, то, что нас сейчас интересует, громко, Йо ма шиши, какой полный пасук, полный пасук такой, книга перешит, ВИЯР ЭЛУХИМ, ЭТКОЛА ШЕРАСА, ВИИНЕТОВ МЕОД, ВИЭРЭВ ВИИ ВОКЕР, Йо ма шиши, давайте вернемся на предыдущий слайд, у нас есть предыдущий слайд, там написано, то, что было до этого, там есть этот пасук, давайте посмотрим, нет, до этого, это после, до этого, вот, вот этот пасук, видите, ВИЯРУЛАИМ, ЭСКОЛА ШЕРАСА, ВИИНЕТОВ МЕОД, ВИЭРЭВ ВИИ ВОКЕР, Йо ма шиши, вот этот пасук, с которым мы говорим только окончание, хотя некоторые говорят полностью этот пасук, например, Хасиды Каролин, полностью говорит этот пасук, Рабель Яшев, Рабель Яшев полностью это говорил этот пасук, потому что, если этот пасук, то нельзя его, сказать часть его, то есть, Мушар Абейну так дал нам Тору, мы как бы пасуким пополам не делим, это не очень хорошо, тогда почему же, все они говорят полностью пасук, начинается, ВИЭРЭВАИБОКЕРЬОМ ИШИШИ, дело в том, что есть такой мидраж, там сказано, что ТОВ МЕОТ, что такое ТОВ МЕОТ, ВИИНЕ ТОВ МЕОТ, и посмотрел Ашем, ВИАРЭЛУКИМ, как бы он взглянул, да, взглядом так, внес все, что он сделал, ТОВ МЕОТ, все, что было сделано, это было ТОВ МЕОТ, написано в мидраж, ТОВ МЕОТ, это МАВЕТ, Хазаль так и говорит, ТОВ МЕОТ, это МАВЕТ, так как бы, чтобы не упоминать, как бы, понятие МАВЕТ, мы не говорим, этот пасук, почему это МАВЕТ, это отдельный вопрос, потому что, на самом деле, в этом мире, не может быть такого, что все ТОВ МЕОТ, вообще все, нет проблем, все, такое только, на самом деле, будет УЛАМАБА, это МАВЕТ, это ТОВ МЕОТ, там УЛАМАБА, это ТОВ МЕОТ, ТОВ МЕОТ, если, конечно, не ГИНОМ, вот, а в этом мире, может быть хорошо, может быть получше, но так, чтобы все супер, 100%, такого не бывает, но это отдельная тема, вопрос, почему, если это МАВЕТ, почему некоторые, да, говорят полностью пасук, сказал Равеляшев, что, мы же говорим про Митцву, Митцва Кедуш, Митцва говорит полностью пасук, это ТОРА, когда это Митцва, это не связано с МАСС, с Амертью, то, что сказали Казали, это ДРАШа, это касается других случаев, но в нашем случае, когда мы говорим Кедуш, это Митцва, кстати, Митцва Дурайта, Митцва и СТОРА сделать Кедуш вечерней, и пасук это ТОРА, поэтому тут смерти можно не опасаться, и так, вернемся к нашему тексту Кедуша, мы говорим, или полностью пасук, но тоже, если полностью, то шепотом, и потом мы говорим громко, И тогда получается, видите, получается очень красивая вещь, из-за того, что мы начали говорить с ЙОМА ШИШИ, то первая буква ЮД, потом дальше будет буква ГЕЙ, от слова ГАШИШИ, это выделено более жирным шрифтом, потом ВЕЯХУЛЮ ВАВ, ГАШАМАЙМ ГЕЙ, получается ЮД ГЕЙ, видите, потом ВАВ ГЕЙ, нам это уже знакомо, безусловно, это имя Милосердия Ашема, ЮДКИ ВАВКИ, начался ШАБАТ, мы открываем этот ШАБАТ, Милосердия Ашема, ЮДКИ ВАВКИ, который по самимилости дал нам ШАБАТ, так, мы к шепотам ВЕЯРА ВЕЯБОКИР, ЙОМА ШИШИ, и продолжаем, ВИХУЛЬ АШАМАЙИ ВААРЕЦ, ВИХОЛЬ ЦВААМ, ВИХАЛЬ ЭЛОХИМ БАЙОМ АШВИ, МЛАХТОЙ АШРАСА, ВИЖБОС БАЙОМ АШВИ, МИКОЛЬ МАЛАХТОЙ АШРАСА, ВИВАРАХ ЭЛОХИМ АСВИ, ВИКАДЕШОЙ СОЙКИ, ВОЙШАВАС МИКОЛЬ МАЛАХТОЙ, АШЕР БАРА, ЭЛОХИМ ЛАСОЙС, ЭТО ПСУКИМ И СТОРЫ, КНИГА БЕРЕШИТ. ТЕПЕРЬ ДАВАТЕ ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ, ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО АШЕМ ДАЛ ПО МИЛОСТИ НАМ В СУББОТУ, И НА САМДЕЛЕ, МЫ УЖЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО ВО ВСЁМ МИРЕ ПОНЯТИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ СУББОТА, ДАВЕДЕРА ИС СУББОТА, ШЕСТЬ ДНЕЙ РАБОЧИХ, СЕДЬМОЙ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, НЕКТО ДЕЛАЮТ, ДВА ДНЯ ОТДЫХА, ЧТО БЫ БЫЛО БЫЛО ПОЛУЧЕ ОТДОХНУТЬ, В ПРИНС, ПОНЯТИЕ НЕДЕЛИ, ЧТО НЕДЕЛЬЯ НА САСТАТИТИСЬ СЕМИ ДНЕЙ, КОГОТО ТО ВЗЯЛОСЬ? ИСТОРЫ, ОТ ИВРЕЕЙ В ЭТО ПРИШЛО, ПОНЯТИЕ ОТДЫХАТЬ ОДЕНЬ ДЕНЬ, ИЛИ НЕ РАБОТАТЬ, НЕ ХОДИТЬ НА РАБОТУ ОДЕНЬ ДЕНЬ, ДА, ИЗ СЕМИ, ЭТО ПОНЯТИЕ ПРИШЛО ОТ ИВРЕЕВ, ЭТО ПОДАРОК ИВРЕЕВ ВСЕМУ МИРУ, И мы говорим ЙОМАШИШИ, ОПЯТЬ-ТАКИ, ТУТ ВИДИТЕТЬ ОЧЕНЬ МНОГО ИНОГО ИНОГО ИНОМАЦИИ, НАПИСНО ИОМАШИШИ, ЕСЛИ ПОСМОТРИМ ТОРУ, ТО ТАМ БУДЕТ СКАЗАНО ТАК, И СОТВОРИЛ БЫТАМ АШЕМАЗЕМЛЮ, НЕБА, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, ЙОМ РИШОН, ЙОМ ШИНИ, ТО НЕТУ ГАШИ, ГАРИШОН, ТО НЕТУ ГЕЙ, ДЕСЬ У НАС ПОВЯЛЯЕТСЯ ГЕЙ, ТОК В ЙОМ ШИ ПОВЯЛЯЕТСЯ ГЕЙ, ЭТО НЕ ПРОТО ТАК, Почему так? БЫЛО ЙОМ РИШОН НАПИСАНО, ЙОМ ШИНИ, ТОВ МЕОД, ЙОМ ШЛИШИ, ВИНИКИ ТОВ, ЙОМ РИВИИ ТОВ, ЙОМ ХАМИШИ ТОВ, КАЖНИБО ЛАЙ ЧАЧО, ЙОМ ХАМИШИ ТОВ, И ВДРУГ ВМЕСТО ЙОМ ШИШИ ГОВОРИТСЯ ЙОМ ГАШИШИ, ЧТО ЗА ХАШИШИ? ХАШИ ГОВОРИТ, ЧТО ТАКОЕ ХАШИШИ, Это не просто шестой день недели, а это какой-то шестой день определенный, специфика, что-то конкретное. Это шестой день Сивана. Что такое шестой день Сивана? День, когда была дана Тора, народу Израиля. Это то, что здесь говорится. То есть Ашем создал всю землю и всех тварей на земле, все-все, растения и людей. И в конце он говорит, что все, что я создал, это зависит от шестого Сивана, который наступит, много-много-много веков, когда евреи будут получать Тору. Вот если они примут Тору, как положено, тогда все это, что я создал, будет продолжать существовать. Если нет, то все рухнет. Там сказано, что все мироздание, оно зависит, подвешено, зависит от Йома-Шиши, от шестого дня месяца Сивана, когда была дана Тора. Это Раши. Теперь Клея-Кар это очень красиво объясняет. Почему так? Почему все зависит именно от дарования Тора? Почему это так? Он объясняет так, что в этом мире Тору Ашем создал, как известно, есть физические материи и есть духовные материи. И человек это тот, то создание, которое все сочетает тело физическое и душу. Это соединяется. Как это может произойти? Это же чудо. Помните, мы учили Браха, Ашера, Яцар, мы говорим, что это вообще чудо, как в теле может сесть душа. Трудно это понять. Это благодаря Торе. То есть Ашем нам дает Тору. Мы Тору учим. Это Йома-Шиши. Мы Тору учим. Тора, она духовная. И за счет этого мы как можем продолжать существовать? Наша духовность, она не вянет, не тускнеет, не укисает. И мы продолжаем существовать. Если бы Торы не было, то духовное начало человека, оно бы спустилось на нет. И тогда не было бы миром существования. Потому что не было бы связи между верхним и нижним. Верхняя как будто духовная, нижняя как будто физическая. И связь между мирами. Если нет еврея, который соблюдает Тору, то нет посредника, связь разъединяется. Шаббат тоже посредник. Шаббат это именно посредник между духовным и физическим. В Шаббат мы живем, мы кушаем. Как будто все как и было происходит. Но в то же время все наоборот. Все поднимается на духовный уровень. Шаббат это посредник между физическим, будним и духовным святым. Теперь Йома-Шиши. И следующее слово, еще более сложное, в Яхулю. Давайте посмотрим. Йома-Шиши. И дальше мы говорим. В Яхулю Ашамай Вя Аре Цвихоль Цва Ам. Что такое В Яхулю? Что это за слово такое? В Яхулю. Я разспрашивал у всех учеников. Ученики, которые, они с детства религиозные. Они с детства слышат кедуш. Сколько уже им? Надо начать думать. А, это от слова Яхоль. Яхоль может. Какая связь может? Никакого нету может. Это не может. Надо разобраться, что такое В Яхулю. Перевод. Я читаю перевод. Осидура. День шестой. И завершено было сотворением неба и земли. Как бы они переводятся в Яхулю, как бы завершено. Поэтому смысл слова В Яхулю. Было завершено действие. Какое действие? Сотворение мира. Теперь В Яхулю. Что это завершено? Какой корень? Какие буквы тут есть в этом слове? Хафламет. Коль. Коль это название слова Коль. Коль это все. Коль это все. То есть, как говорят по-русски. Ну все. Все. Что такое ну все? Это может быть два смысла на слово ну все. Все это либо все, конец всему. То есть, все закончилось. Да, конец. То есть, закончилось, что было что-то. Все, закончилось. Это один смысл. Другой смысл. Все. Все завершено. Была работа, мы работу закончили. Все, работа сделана. Это два смысла слова все. То же самое в Яхулю. Как бы то же самое. То есть, в Яхулю это понятие, когда все закончено. Давайте еще раз, еще немножко это объясним. И давайте потом следующий слайд, нам может разобраться. Тут есть все буквы алфавита. У Яхулю. Шин. То есть, мы меняем буквы. Из-за того, что язык очень-очень глубокий, им был создан мир. Поэтому буквы не просто буквы, а буквы это канал, по которым передается шефа. Это как инструменты. Можно праздновать, если инструменты пользуются. Это как бы такие коды. Один из видов кодов, это буквы изменять. И там открываем другой смысл слов. Один из этих способов изменить буквы, это меняем первую на последнюю. Аф, алиф меняется на таф. Бет меняется на шин. Гимель меняется на рэш. И так далее. Это называется ад, баш, алиф, таф, бет, шин. Это одна система изменения букв, чтобы что-то раскодировать и понять смысл творения. Другая система кодирования, то, что нам передали мудрецы, это то, что вы видите перед собой. Это разделить все буквы на две части. 11 и 11. Верхняя строчка 11 букв. Неверняя строчка 11 букв. Теперь. Какая разница между двумя строчками? Как бы это объяснить? Например, есть книга детектив. Знаете, детектив. Что это детектив? Мы берем книгу, начинаем ее читать. Очень интересно. Но мы не понимаем, иногда, как бы, там, почему это так, что к чему, как бы, что-то у нас не вяжется, что-то мы не все понимаем. Почему так, почему было такое, как, знаете, как у человека, если висит ружье на стене, значит, кто-то должен кого-то убить. Мы читаем, висел ружье на стене. Ну, хорошо, висел ружье на стене. Ну, вот, пока непонятно. Это просто такой пример минимальный. Вот, а если более-таки сложные детективы. Когда мы доходим до конца, в конце мы понимаем, как все-все-все упорядочилось, и мы поняли все, что было вначале, и вдруг вся картина стала полной. Это пример такой, как построен детектив. Вся наша жизнь, она как детектив, да, мы живем, иногда не понимаем, что происходит. Потом мы смотрим назад. А, вот сейчас я понял, почему вот так надо было сделать. Почему так мне было дано. Почему так было для меня хорошо. То есть нам аж он дает все время то, что нам нужно, нам хорошо. Мы не понимаем. Проходит много лет, мы понимаем, да, он нам дал то, что нам нужно было. Без этого я бы никак, я бы не смог бы вырасти. Это поднялся в конце. То же самое в этих буквах. Здесь еще, допустим, на буквы. Да, первая строчка, она как бы это начало. Это как бы описывает ситуацию. Вторая строчка, она как бы уже дает нам понять, и объясняет, и связывает все вместе. Так вот, буква КАВ – это последняя буква из первой серии. Буква ЛАМЭТ – это первая буква из второй серии. Эти буквы связывающие. Получается слово КОЛЬ. КОЛЬ. Что такое КОЛЬ? КОЛЬ – это когда все разные отдельные части соединяются вместе в что-то целое, и все становится гармонично и понятно. Отсюда прошло слово КОЛЬ и слово ВАЯХУЛЬУ. Кстати, интересно, что КОЛЬ по гематрии – это 50. И мы, когда считаем Сафирата Омер, мы считаем 49, 50 – праздник Шивуот. Тоже, конечно, не случайно. Почему и на 50? Мы вышли из Египта. Представьте, если вышли из Египта. Да, надо все это пережить. Это такое. Вы видели все эти чудеса, то, что Ашем нам сделают. Как нужно все это переварить, понять, что к чему, зачем, как. Проходит 50 дней, мы получаем Тору. То есть мы тогда понимаем, КОЛЬ, мы все понимаем, что нас вывели из Египта, чтобы нам дать Тору. Даже мы были рабами для того, чтобы мы получили Тору. То есть все становится на свои места. Понимаете, КОЛЬ? Так это слово ВАЯХУЛЬУ. ВАЯХУЛЬУ АШАМАИМ ГААРЭЦ. То есть все было завершено. Все шесть дней деяния, они были завершены, но только в Шаббат это получило свою полноту. То есть без Шаббата все творение не имеет никакого смысла. Вот с Шаббатом, да. Шаббат называется ТАХЛИТ МААСЕ БЕРЕШИТ. ТАХЛИТ, как говорят ТАХЛИС. Опять-таки слово ТАХЛИТ, буквы ТАВ, ХАВ, ЛАМЕТ. КОЛЬ. ТАХЛИТ, что такое ТАХЛИТ, как бы цель, к чему мы идем, к чему мы стремимся. Это ТАХЛИТ. Корень КОЛЬ. Шаббат это ТАХЛИТ МААСЕ БЕРЕШИТ. То есть то, что мы в Шаббат просто отдыхаем, расслабляемся, набираемся сил на новую рабочую неделю. Нет. Наоборот, мы работаем. Да, работаем, живем. Вот приходит Шаббат, и мы одеваем праздничные одежды, видите, Шаббатные одежды красивые, совсем другие одежды. Мы чистенькие, мы свеженькие, у нас еда. Есть такой МИНГАК обычай, при Шаббат немножко отдохнуть, вдремнуться, если получается. Это важно, чтобы нет, был такой стадий, чтобы мы пришли на Шаббат с языком наружу, какие души, покушали и заснули за столом. Разве это Шаббат? Шаббат это ТАХЛИТ МААСЕ БЕРЕШИТ. То есть мы все делаем для того, чтобы Шаббат получить ОННЫК. Удовольствие. Так жаль его полностью проспать. Окей, значит, поняли. ЙОМАШИШИ, поняли. Дальше. ВЫЙХУЛЮ АШАМАИМ БЯААРЕЦ ВИХОЛЬ ЦВАМ. Слово ЦВАМ, может кто-то знает это слово. Знаете, говорят армия, да, ведь ЦВА. Что такое армия? ЦВА это как бы коллектив, у которого есть общая цель. Это не только армия. Это потому что с тем же успехом ангелы, которые вместе работают, они тоже называются ЦВА. Это называется ЦВА КОТАШЕМ. ЦВА КОТАШЕМ. Не только ангелы, все мы, которые живем в этом мире, если мы объединили общую цель, мы называемся ЦВА. Тогда мы будем сильны, как армия. ЦВА. И тоже не только люди, все, что есть, у всего есть своя цель. Так как в армии каждый выполняет свою какую-то функцию, у в армии каждого есть своя функция. Есть солдат, которые ответственны за воду. Он несет на себе воду. Другой несет на себе эту носилку, что кого-то ранят. Другой несет на себе рацию. Третий командует. Другой несет на себе палатки. То есть у каждого есть своя должность. Третий там он медбрат. То же самое в этом мире. У каждой букашки есть своя миссия. Все вместе это получается ЦВА КОТ АШЕМ. АШЕМ, он выше всех, он самый главный. Дальше продолжаем. ВАИХАЛЬ ЭЛУКИМ БАЙОМ АШВИИ МЕЛАХТО АШЕР АСА. Опять-таки слово ВАИХАЛЬ. ВАИХАЛЬ это как бы в прошедшее время написано здесь. ВАИХАЛЬ ЭЛУКИМ БАЙОМ АШВИИ МЕЛАХТО АШЕР АСА. Ну тут так переводит. И закончил на седьмой день деяния свои, которые совершал. ВАИХАЛЬ ЭЛУКИМ БАЙОМ АШВИИ. ВАИХАЛЬ ЭЛУКИМ БАЙОМ АШВИИ. Буквально ШАВАТ, что значит ШАВАТ вообще, слово ШАВАТ? ШАВАТ это, допустим, есть мотор у машины, мотор работает. И вдруг мотор перестал работать, бум, и ничего, бензин есть, все есть, а мотор не работает, сдох. ШАВАТ. Мотор не работает. То есть он, поэтому говорит слово ШАВАТ. Он все, он все, он перестал работать. В каком-то плане, вот это слово ШАВАТ, это не делать работы. Это ШАВАТ. Конечно, ШАВАТ это что-то другое, но само слово, само слово ЛИШБОТ, даже когда делают люди забастовку, не работают, не выходят на работу. Тоже называется ШВИТА. ШАВАТ это не делать работы, то, что мы делаем повседневно. ВЕШБОТ ВЕЙОМАШВИ МИКОЛ МАЛАХТО АШИРАСА. МАЛАХА. МАЛАХА это даже какое-то продуктивное действие какое-то. То есть не было действий никаких. Все было создано за шесть дней, а в седьмой день ШАВАТ. ВЕВАРАХ ИЛУКИМ ВЕЙОТ ВЕЙОМАШВИ ВЕКАДЕШ ОТО. Еще одна ошибка, часто ВЕЙОВАРАХ, ударение ВА. Видите, тоже выделена эта буква ВА. Даже можно показать стрелочкой. ВЕЙОВАРАХ ИЛУКИМ ВЕТЬЁМ АШВИ ВЕКАДЕШ ОТО. То есть НЕ ВЕЙОВАРАХ, А ВЕЙОВАРАХ ИЛУКИМ ВЕТЬЁМ АШВИ ВЕКАДЕШ ОТО. То есть АШЕМ, он этот день, он его выделил и дал ему особенную какую-то бараху. Почему? КИ ВО ШАВАТ МИКОЛЬ МАЛАХТО АШЕР АСА. АШЕР БАЛАКИМ ЛАСОТ, извиняюсь. КИ ВО ШАВАТ, в тот день он отдыхал, МИКОЛЬ МАЛАХТО. МИКОЛЬ ОТ ВСЕЙ МАЛАХТО, МАЛАХА ЕВО, АШЕР, КОТОРУЮ, БАРА ИЛУКИМ ЛАСОТ. БАРА ИЛУКИМ ЛАСОТ, видите, что в конечной буквы трех слов последних, БАРА, АЛЕФ, ИЛУКИМ МЕМ, ЛАСОТ, это слово ЭМЕТ. АЛЕФ, МЕМ, ТАВ, ЭМЕТ, это есть правда. БАРА ИЛУКИМ ЛАСОТ, это правда, ЭМЕТ. То есть одно слово, оно как будто лишнее. Это слово ЛАСОТ, если мы вдумываемся, оно как будто лишнее. Смотрите, что написано. ИВАРАХ ИЛУКИМ ЭТЬЁМ ВШВИ ВЕКАДЕШОТО. Понятно. КИВО ШАВАТ. МЕКОЛЬМАЛАХТО, АШЕР, БАРА, ИЛУКИМ. Все понятно. В этот день АШЕМ ШАВАТ от тех действий, которые он делал до этого. Зачем слово ЛАСОТ? Зачем, что это делает слово ЛАСОТ? Совсем понятно. Есть такое объяснение, что ЛАСОТ, тоже интенсив, да, делать. От всего, что АШЕМ делал, и вдруг делать. Это как бы показывает нам, что все было создано для нашего действия, чтобы мы что-то делали. АШЕМ БАРА, АШЕМ создал все для того, чтобы ЛАСОТ, чтобы делать что-то. Опять-таки, кто будет делать что-то? Кто? Мухи, тараканы, птички, рыбки, кто будет делать? Они делают свои дела. Мы знаем их дело, а то, что они делают. Но понятие ЛАСОТ, это относится к людям, только к людям. Все было создано, чтобы люди что-то делали. Что надо делать? Что ожидается делать? Все было создано для действия. БАРА, ГЮЛЛА, АСОТ. Что делать? Строить. Как АШЕМ, Он строил мир. В шесть дней Он строил мир. Мы продолжаем то, что АШЕМ начал. Мы продолжаем строить. Мы строим себя, в первую очередь, наше окружение. И так далее, и так далее. И так все развивается. Мы развиваемся, все развивается. Это в этом тахлид. И в частности, это касается шабата. Тоже нужно делать шабат. Дойдем до этого. что такое делает шабат. Но, в принципе, можно такой вопрос спросить. Человек, который, допустим, весь шабат проспал, он его нарушил или он соблюдал шабат? Да, он даже сделал кедуш. Сделал кедуш и заснул. Проснулся, вот тебе шабат. Ну, что он сделал шабат? Он шабат не нарушил, он не работал, он огонь не зажигал, ничего не делал. То есть он как бы шабат. Шабат. Но это не полный шабат. Это не полный шабат. Потому что шабату нужно делать. Шабату нужно делать. Это написано тоже в других пузыке. Для асот. Делает шабат. Что такое делает шабат? Про это много есть комментариев. Что такое делает шабат? Как делают шабат? Уже начинается ем шиши, когда мы готовим еду и прибираем дом. Это уже называется делать шабат. Это делает шабат. То, что в шабат мы говорим девре Тура, а не просто спим, это все-все-все включает в себя понятие делать шабат. Брал ким ля асот. Есть такое выражение хазаль. Говорится, что Эгель бен ему каруй шор. Теленок, когда он рождается, он называется быком. Такое выражение хазаль. Теленок однодневно называется бык. Почему? Потому что на самом деле нету большей разницы между теленком и быком. Теленок рождается, он уже стоит, уже питается. Ну, пока молоком, но в принципе он уже такой самостоятельный довольно. Он даже может уже ходить, передвигаться. Маленький бычок. Вот. А человек, который рождается, совсем не так. Человек рождается, ничего не может. Только плакать. Да. Как тот сказал, если бы люди, кто-то бы не знал, что-то говорили, люди, животные, кто-то такой, представим, какой-то иноплотянин прилетел, он не знает вообще, что происходит. Он подумал, что тот-то бычок родился. Это будущее какое-то большое, там, как это, великий, да, из него тот большой вырастет, а кто-то видит тенока человеческого. Это примитивное творение какое-то, лежит на, это примитивное. Вот теленок, бык, это да. Он не знает, что есть понятие развития. Человек он развивается, все равно развивается, без конца развивается. Ученые думают, что мозг человек развивается до 20 лет. Это правда? До 20 лет. Мы видим это из наших источников. Что есть понятие, которое до 20 лет человек не может понять. Даже если он будет гений, да, допустим, Гон Мивильна. Был гений. Там в 6 лет он знал всю Тору. Ну что? Он начал одевать тфелин. Когда? Когда ему было 13 лет? Не раньше, не на день раньше. Почему? Потому что есть какие-то понятия возрастные, которые человек не может их перепрыгнуть. Просто невозможно их перепрыгнуть. Человек может очень быть сильно развитым, но есть вещь, которую он не может достичь. Так, вещь, которую до 20 лет человек не может достичь. Это более такие духовные, высокие понятия. 20 лет человек доходит до момента, когда его мозг уже полностью сформировался, он может постичь все в 20 лет. Мозг уже готов. Все. Но что? Это не значит, что на этом дело кончилось. Считается, что 40 лет это пик развития. Сударщик начинает учиться, да? В 20 лет он дошел до кондиции. Учится, учится, учится. Он все больше, больше, больше знает, развивается. 40 лет это пик. Потом уже начинаются немножко такие старческие элементы. Но все равно, даже если есть какие-то элементы, которые мозг как бы он слабеет, в другом плане, он усиливается. То есть, в принципе, этот процесс идет до последнего дня, бесконечно у человека. Это разница между теленком и человеком. Человек всем развивается. Это касается слова, да, ассот. Ашем бараш, чтобы мы что-то делали, чтобы мы развивались. Мы развиваемся, тем самым мы тоже развиваем, как мы сказали, окружение и наш мир. Это была первая часть Кидуша. Давайте тогда посмотрим дальше. Это первая часть. Смотрите, это все было Пасук. Пока что еще Кидушу не было сказано. Это все были просто Псуки. Кидуш начинается сейчас. Что такое Кидуш? Кидуш взять бокал, сказать бархуну вино и слова Кидуша. Так вот, берем, значит, бокал вина, налитого до конца, чтобы в нем было ревит, 86 грамм минимум. И говорим, это говорится, если есть другие мужчины. Если только женщины едят, то можно этого не говорить. Если другие мужчины, мы тоже делаем для них Кидуш, мы говорим, саврей маранан или саврей, или саврей маранан варабанан варабусай. То есть, внимайте мне, будьте внимательны, я сейчас буду делать Кидуш. И Кидуш тоже касается вас. Это вам тоже Кидуш засчитается. маранан, так как слово мар, господа мои, рабанан, рабаним, рабутай, учителя. И потом барахаан и вино, которое мы уже учили. И сразу после этого продолжаем дальше. Дальше есть Текст Кидуш, можно дальше нажать, там будет дальше видео. И это Текст Кидуша. «Баруха Та-шем, Элокену Мелеха Олям, ашер кидишану бамецвуисав варатца вану. Вешабас кадшу баава уварацон инхилану. Зикарон ламасэ виришис». Киом текарем мекре Коидыш, зэх хилецат Мизраин. Кивану вахар, тавусан кидашт меколе хаамим. Вешабас кодшиха баава уварацон инхалитану. Баруха Та-шем мекадеш ашабос. Часть написана в скобках. То, что мы говорили, что количество слов 70, то это без скобок. Если скобки убрать, то тут получится 35 слов, можете посчитать. И то, что мы выше говорили, тоже там было 35 слов, всего получается вместе 70. Но эти слова, которые в скобках, это в принципе часть есть псукин, поэтому некоторых тоже говорят. Итак, в чем смысл слов кидуша? Баруха Та-шем мекенамелехаулям ашер кидышану бамитцвотав верацабану и вану. Это обычное начало, как всегда мы говорим, на любую барахум и так говорим. Здесь добавляется еще рацавану. Это добавка. Такого обычно мы не говорим рацавану. То есть мы говорим так. Баруха Шем что там мекенамелехаулям, что ты нас наделал мецвод, ты нас выделил этим мецвод и ты хотел нас, ворота баму, мы были жаланы перед тобой. Как это понимать? Дело в том, что шаббат это что-то, что относится к ашему. Это шаббат, ашем он отдыхал как бы в седьмой день. У него все время шаббат. Даже если мы шаббат не соблюдаем, ашем шаббат как бы соблюдает. как будто, да? Теперь нам он дал, он сам как бы поделился этим подарком только с евреями. Дал нам шаббат. Поэтому Ратса Бану, то есть он захотел дать нам этот подарок и дал нам шаббат. Если бы он не захотел, он мог бы эту мецвод нам не давать. Вообще мог бы нам не давать мецвод, там были бы просто как даже не знаю кто без мецвод. но ашем Ратса Бану и дал нам мецвод, в том числе шаббат. В шаббат кадшо ба-агва уварадсон инхилану. Это продолжение. Шаббат кадшо, его святой шаббат, шаббат кадшо, его святой шаббат с любовью, с желанием дал нам. Инхилан как бы наделил нас шаббатом. Дал нам наследие, нахала, слово нахала, то есть наши протезы соблюдали шаббат, дедушки, мы, наши дети будут соблюдать. Так это переходит с поколения, все соблюдают шаббат. Надо тоже заметить, что все мецвод были даны на горе Синань. Шаббат нет. Шаббат был дан до этого. Сказано, что вышли из Египта, когда была стоянка на там был дан шаббат. Поэтому написано шаббат баагава оно произошло в режиме добровольно-пределительном. Шаббат не так. Шаббат был дан добровольно. Не было никакой кафарки, ничего не было. Просто евреи приняли на себя шаббат и начали соблюдать. баагава баагава и в рацион. Конечно. Кто не хочет один день в субботу отдохнуть, хорошо покушать, погулять, помолиться. Почему нет? Здорово. Шаббат это здорово. Поэтому написано баагава в рацион и на хилляну. Кстати, интересно, что Мушир Абейн, еще будучи в Египте, уже там он просил за евреев, чтобы у них был один свободный день. Они сначала работали евреи вообще без выходных, как китайцы. Работали постоянно без выходных. Работали, работали, работали. Мушир Абейн просил у фараонов пару, чтобы немножко смилостиво и дал один день из семи выходной. Как бы так, фарафон не знал, что такое суббота, ничего не знал. Мушир Абейн знал, что такое суббота. Он просил этот день седьмой сделать выходным, просто выходным, чтобы отдохнули немножко. Он сказал описание фарафот, это в субботу, просто выходной день. Как у всего мира есть выходный день. Мушир апейн согласился в الفараона. Судар – ничего страшного, но в шести дней будете работать как штыки. В шести дней работа, да, работа, работа, один день отдыхаем, чтобы было больше сил работать. Конечно, конечно, все. И так Моше Рабину выхлопотал выходной день, шаббат для евреев, и уже в Египте евреи в шаббат уже не работали. Когда вышли, когда был дан уже шаббат, тогда написано, что «Исмах муше баматнат хелько». Это мы говорим в молитве утренней в шаббат. «Исмах муше баматнат хелько». Моше обрадовался той части, которую он подарил евреям, потому что он подарил шаббат. Обрадовался, что этот подарок был также желанным перед Ашемом, и сам Ашем дал тоже в последствии субботу евреям. Продолжаем. В шаббат кадшо бе-ава уварацион инхиляну зикарон ле-ма-асе берешит. Некоторые говорят, что слово «зикарон» нужно удлиненно, чтобы была память хорошая. Память на Тору имеется, поэтому нужно Тору учить, чтобы не было просто память хорошая, не понятно для чего. А мы учим Тору, просим память, чтобы Тору запоминать то, что мы учим, не забывать. Зикарон ле-ма-асе берешит. Так это шаббат, это зикарон ле-ма-асе берешит. Надо понять, почему. И также это тхила, киу-йом тхила ле-ми-кре-йко-идеш, зехир ле-цят митсраим. Как бы три вещи. Ну, почему-то зикарон ле-ма-асе берешит понятно. Потому что мы вспоминаем, что Ашем сделал все творение за шесть дней, седьмой день отдыхал, как бы семь дней было все сотворено. Получается, что это зикарон ле-ма-асе берешит. Тхила ле-ми-кре-йко-идеш. Что такое тхила ле-ми-кре-йко-идеш? Тхила – начало. Атхала – начало. Тхила ле-ми-кре-йко-деш. Да? Микре-кодеш – это как бы святые праздники. Ну, все наши праздники, то, что мы собираем, да, йом-тоф, все праздники называются микре-кодеш. Но шиват – это от хала всего. Почему? Потому что все праздники, они зависят от рош-кодеш. Вот когда мудрецы решают, что сейчас рош-кодеш, его надо благословить, рош-кодеш. И поэтому мы начинаем с первого дня ходеша, потом будет, допустим, тет-вав, да, праздник. Тет-вав, там, тиш-рей, да, праздник суккот. У каждого праздника есть своя дата, да? Ну, это зависит от начала месяца, да? Шаббат не так. Шаббат от нас никак не зависит. Мы сказали, что шаббат – это от Ашема, мы никак не можем управлять, мы не можем шаббат перенести вследствие каких-то там забастовок или каких-то там неполадок. Нет, шаббат – это шаббат, да, чтобы мы как ни крути, ничего не имеем значения. Шаббат будет шаббат. И от нас это не зависит. Поэтому шаббат – это, он был еще до всех тех праздников, которые были даны после этого. Поэтому называется шаббат – это тхилла, начало всех праздников. Зехер летят Митцраем. Как нам это напоминает про выход из Египта? Очень сложно понять, дадим два объяснения. Ромбан пишет так, что шаббат нам напоминает об Египте, а выход из Египта нам напоминает про шаббат. Как бы так, как это понять? Объясняется так. Вообще есть два пасука. Все, что мы сейчас говорим, это все взятое из книги Берешит. Есть один пасук, который говорит так. «Ки шешет ямим аса шима ташмай витарец, это ям вайскола шербам вайянах байом ашви». Это пасук, это книга Шмот, извиняюсь, книга Шмот. «Ки шешет ямим». «Шесть дней аса шима ташмай витарец, и это ям, это море, он все создавал, это кола шербам, и все, что находится на небе, и на земле, и на море, все было создано вайянах байом ашви». А в седьмой день он отдыхал. Поэтому это зикарон, ламасэ бирешит. Есть другой пасук. То, что я сейчас зачитал, это было написано на первых скрижалях. Было две партии. Два раза вошу на равену спускалась скрижаля с ней. Первый раз, второй раз. Первый раз, то, что я сейчас зачитал. Второй раз было написано так в скрижалях. Это было написано так. Тут уже упоминается выход из Египта. Так какая связь между шаббатом и выходом из Египта? Надо понять. Значит, при выходе из Египта было много чудес. Мы понимаем, что такие чудеса только Ашем может сделать. Тоже в шаббат. Мы понимаем, что шаббат – это не какое-то такое изобретение, которое удобное для людей, и просто так легче составить график работы. Нет. Шаббат – это на самом деле нам напоминает Маса Берешит. Мы вспоминаем о Ашеме, который всемогущий, который всем управляет. И поэтому мы тоже вспоминаем о Египте, выходе из Египта, что только Ашем мог нас вытащить из этого рабства. Поэтому Ашем – это зехер летиат митсраим. Ашем всемогущий, как он нам дал шаббат и все создал, так же он нас вывел из Египта. Такое объяснение. Ну, кроме этого, есть другое простое объяснение. Можно сказать, что мы вышли из Египта, стали нормальными людьми, стали быть рабами, которые в шабботу, не могли полностью соблюдать в субботу. То же самое здесь с шаббатом, мы тоже как бы выходим из работы, да? Мы не рабы, мы свободные, нормальные люди. Это зехер летиат митсраим. Ну, давайте еще закончим только текстки душа. Как вы сказали, значит, Баруха та Ашеме. Сначала начинаем. Баруха та Ашеме, лукен милеха улям, ашер кедишану, бемецвуисав, верца вану. Вашаббас кодшу, ба Абва, уварацон, инхилану, зикарон, амасе виришит, тхилалим мекре кодиш, зехер летиат митсраим. И в конце. Вашаббат кодшиха, ба Абва, уварацон, инхалтану. Баруха та Ашем, Микадеш, ашаббат. Вашаббат кодшиха, опять, это уже, мы перешаем, это вовтором лице, кашему, мы приходим уже на ты. Шаббат кодшиха, твой святой шаббат, ба Абва, уварацон, инхалтану, до этого было инхилану, инхилану, это инхилан, это он дал нам, он уделил нас, да, инхилану. А тут мы говорим, инхалтану, то есть, ата, инхалта, ну, ну, это мы, да, ты нам дал этот, этот шаббат, унаследовал, дал нам его наследие, это уже ата. Шаббат кодшиха, ба Абва, уварацон, инхалтану, буруха таашем, микадеш, а шаббат. Это бараха, это бараха, это и есть кедуш. После этого сразу мы, значит, садимся, выпиваем вино, даем всем, кто хочет. Вино пить должен только один человек, все ведь пить не обязаны, ну, кто хочет попить, почему нет, косушь бараха, можно попить. И бараха, это касается всех. И дальше мы уже переходим к на теле садаем, и завтра будет новый кедуш, утренний кедуш, называется кедуша раба. Это уже тема нашего следующего урока. Всего хорошего. Шаббат шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...